Привет, ребятушки! Рад видеть вас у себя на канале о тренировках здоровья и жизни. Сегодня я предлагаю вам поговорить о такой очень интересной теме, о которой, возможно, вы уже думаете, что все знаете. И это тема «Все о протеине». Я хочу рассказать все, что я знаю о протеине, мой собственный опыт, сколько нужно его принимать, когда нужно принимать протеин, нужен ли вообще протеин для набора массы, для сушки, вреден ли протеин, если вреден, то что именно? Что именно он может посадить вам? Все это в одном коротком видео вы узнаете также типы протеинов, из чего состоит протеин, как он примерно изготавливается, технология, и еще очень-очень сильно интересные секретики, которые вы узнаете под конец видео. Я расскажу еще вам бонусом о сухом молоке и также дискомпитании. Итак, поехали! Если ты, так же как и я, иногда ходишь черным пакетом в магазин, или оттуда выходишь с непонятными черными банками, огромными, то добро пожаловать в секту с такими банками, как у меня за спиной. Значит, ты тоже, как и я, иногда покупаешь протеин. А может быть не покупаешь, а думаешь лишь только начать покупать. Так вот, ребята, сегодня предлагаю поговорить о протеине, и хочу сказать, что сейчас немножко реже выходят мои видосы, потому что я занимаюсь сайтом, я разрабатываю сайт для вас, на котором будет очень удобненько. Вернее, уже можно смотреть видео. Ссылка под этим видео, и я его разрабатываю. Постепенно там будет появляться новый функционал. Честное слово, занимаюсь им, как только есть время, но это все занимает довольно много времени, и поэтому сейчас видосики немножко реже выходят, чем хотелось бы. А обычно у меня видосики выходят один-два раза в неделю. Итак, сывороточный протеин. Что это вообще такое? Это один из типов протеина. Протеин – это просто белок. Протеин – это обычный белок, который ты получаешь с пищей. Так вот, сывороточный протеин – это просто один из типов протеинов. Есть козеиновый протеин, есть яичный, например, белок, да? Да, просто называть это белком. Так вот, сегодня большую часть я предлагаю поговорить о сывороточном протеине, но также пробежимся немножко и по другим видам протеинов. Например, давай поговорим о том, что такое яичный белок. Возможно, ты даже ни разу его не покупал. То есть, это так же самое в сухом виде, как и обычный сывороточный протеин, только яичный белок. И это, ребятки, очень крутая замена обычным, привычным нам протеинам. Но только тут есть один нюанс. Яичный белок, он стоит довольно дорого. И чтобы его купить, придется просто больше потратиться. И еще, как одна из побочек, он пенится довольно сильно. То есть, большая цена и наличие пены, это, возможно, чуть-чуть тебя отпугнет. Я его попробовал один раз в жизни. Я заказывал его на развес. Не буду говорить где, просто нашел на развес купил яичный белок, да? Мне понравился. Отличный. Но это было давно. Также есть казеиновый белок, который я так же довольно много в свое время попил. То есть, казеиновый белок, это белок, который медленный. Это белок, который находится, например, в твороге. То есть, это медленный белок, который долго усваивается в твоем организме. Если, например, сывороточный, это быстрый белок, то казеиновый, это медленный белок. И его я рекомендую употреблять перед сном. Почему перед сном? Потому что, во-первых, он медленно усваивается и организм получает нужное количество белков в течение сна А это очень круто, если ты потренировался особенно, я рекомендую употреблять его каждый день Но я заменяю казеиновый белок обычным творогом на ночь Я развожу творог с молоком или сейчас я делаю, развожу творог с протеином Об этом у меня есть отдельное видео, можешь посмотреть, как я делаю этот коктейль Так вот, казеиновый белок это просто в сухом виде тот же медленный белок Ты можешь его покупать себе, если тебе просто по каким-то причинам ты не хочешь есть творог Или просто тебе удобнее покупать порошки, разводить его на ночь, допустим, в порошке казеиновый белок Это лишь твои предпочтения, так же самое, как и сывороточный белок, это просто удобно Это реально просто удобно, и я объясню, почему я сейчас начал пить белок Ты развел с водичкой, с сырой водой обычной, немножко подогрел И все, у тебя готовый протеиновый коктейль Примерно 30-40 грамм белка в одной порции, это литр молока нужно выть Ребята, это просто удобно, понимаете? Просто удобно Так вот, казеиновый белок, если ты хочешь, просто покупай его и пей на ночь Это медленный белок, который может усваиваться до 8 часов Например, в твороге он усваивается до 8 часов, 6-8 часов Минимум 4 часа Ну, в зависимости, конечно, от количества Просто попадая в желудок, творог, он образует такой, скажем так, сгусток Который усваивается долго, белковый И это круто, это круто на ночь Это круто для того, чтобы твой организм не просто белки получал ночью Чтобы ночью он еще вырабатывал нужные гормоны тебе То есть это стимулирует выработку гормонов Особенно гормона роста И это очень крутая штука Гормон роста это вообще очень крутая штука И именно белок на ночь позволяет вырабатывать гормон роста максимально возможно Первый час-полтора после засыпания То есть сложно об этом не рассказать Хочется в этом видео сказать вам максимально полноценно о протеине И все, что связано с ним Поэтому будет видос интересный Оставайся на канале Поехали дальше Так вот Когда ты засыпаешь Твой организм хочет получать белки Чтобы просто использовать их медленно ночью Поэтому и творог И также я рекомендую перед сном Не заливаться углеводами Не заливаться, например, гейнерами Если ты, тамор, хочешь набрать вес с помощью гейнеров Лучше на ночь создать себе белковое питание А все углеводы оставь на первую половину дня Это будет максимально круто для твоего организма Это максимально естественно и способствует правильным биоритмам в организме Ух ты, блин, как я хоть и сказал Так вот На ночь белок О казеиновом белке я много рассказывать не буду Скажу только, что Его не рекомендуется смешивать с сывороточным, с быстрым белком Так как он немножко мешает усваивать обычный быстрый белок из сывороточного протеина Есть такое мнение Ну, попробуй, поэкспериментируй Я смешиваю его с протеином И очень часто продается сывороточный протеин вместе с казеиновым Тем более его производят очень уважаемые производители Например, американские И я считаю, что это круто работает Возможно, отдельно лучше Но я использую это вместе Я использую протеин вместе с творогом Дальше я расскажу, как именно я принимаю протеин Итак, а с чего же состоит сывороточный протеин? Ребята, вот здесь давайте остановимся поподробнее Потому что я лично считаю, мое мнение Это просто очень крутое изобретение И очень круто, что сейчас его умеют делать настолько качественно Настолько чистым делать этот сывороточный протеин В наше время, ребята, технология на таком уровне находится Что уже просто глупо этого не использовать Если ты считаешь, что сывороточный протеин Почему-то вреден тебе И это какая-то непонятная пища Это пища космонавтов Или организм ее плохо усваивает Ребята, а что ты скажешь тогда о сухом молоке? Что ты скажешь о детском питании? Это все похоже на технологии производства Просто ты разберись технологии производства Или сейчас послушай, я тебе в двух словах просто расскажу, как он производится Итак, сывороточный протеин производится просто из сыворотки То есть если у тебя молоко, например, обычное молоко даже домашнее Оно тебе скиснет дома То когда ты его закипятишь Из него появится творог Если ты хоть раз делал дома творог То тебе очень очевидно будет и понятно, о чем я сейчас говорю Просто когда скисает молоко и нагревается Обычный продукт это сыворотка Сыворотка и сыр Сыр это творог То есть творог или всевозможные другие сыры Смотря какие бактерии там участвовали в процессе брожения То есть ты просто снимаешь этот сыр У тебя там на заводик, допустим Ты этот сыр забрал Сыр пошел на продажу куда-нибудь, да? Но у тебя осталась куча жидкости Вот этот остаток, который остался от скисшего молока Это и есть сыворотка И сыворотка это не молоко Во-первых, там уже поучаствовали ферменты Которые, собственно говоря Молоко когда скисало, там появились ферменты И бактерии Это все способствовало изменению, скажем так, состава И поэтому сыворотка это не молоко Ребята, нельзя заменить сухим молоком сыворотку Сыворотка это совершенно отдельный продукт Ты можешь, например, даже просто пойти в магазин И покупать себе сыворотку Обычную сыворотку ее на базаре продают Она стоит копейки Она стоит реально дешево Она больше популярна, сыворотка Вот именно в чистом виде сыворотка Больше у девчонок популярна Почему популярна? Потому что в ней содержится очень много витаминов группы B То же самое находится в сывороточном протеине То есть витамины группы B Те же любимые нами B6, B12, то, что нужно для качков Это все то, что нам нужно То есть витамины состав бомбезный И это все способствует здоровью твоей кожи Скажем так То есть Да, сыворотка реально полезна для кожи Для организма Это отличный источник витаминов Так вот, как же он производится? С помощью специальных фильтров Которые невероятно мелкие Эти фильтры просто фильтруют эту сыворотку И потом остаток Это и есть ваш белок В сыворотке вообще довольно мало белка То есть если ты будешь покупать сыворотку в магазине Там очень мало белка Критично мало То есть это не молоко Там гораздо меньше, чем в молоке белка Потому что белок уже весь свернулся И он ушел с творогом, сыром Там остались лишь остатки И вот этих остатков Это нужно огромное количество сыворотки Чтобы набрать этого протеина Отсюда теперь понятно, почему он столько стоит Потому что реально это куча сыворотки Сделать, чтобы килограмм сухого протеина Кстати, вот я не знаю Напиши под этим видео, если знаешь Сколько нужно сыворотки, чтобы сделать килограмм сухого протеина Мне просто интересно, сколько литров для этого нужно сыворотки Возможно, я сам на эту информацию напишу вам под этим видео, если вы не знаете Так вот, сывороточный протеин Это очень полезная штука И содержатся в нем в основном глобулярные белки Это основной ее состав глобулярной белки Также там содержатся альбомины Лактальбумины В основном представлены бета-лактальбуминами И альфа-лактальбуминами То есть, ну блин, это сложность довольно слова Запомни просто, это группа альбуминов И глобулярные белки Также, что очень круто, в нем содержатся антитела Антитела Самые настоящие антитела Те, которые в фильмах вы знаете, когда там какая-то зараза прилетела в город И там Брюс Уилли спасает город Ему нужно достать какие-то антитела, чтобы спасти население Ребята, антитела Это очень крутая штука И она помогает бороться со всякими заразами в вашем организме И это круто, крутяк, ребята Это одна из основных причин, почему я вообще использую протеин Я использую его для поддержки иммунитета Об этом я расскажу чуть-чуть дальше Так вот, вот эти альбумины Вот эти глобулярные белки и антитела Это все очень легко усваиваемые и очень важные белки, которые должны попадать в ваш организм Скорее всего, они тебе не попадают нормально с питанием Если ты очень хорошо питаешься, если очень хорошо питаешься рыбой У тебя есть молоко, у тебя есть кефир Ты регулярно употребляешь яйца Ты в принципе это все можешь заменить Также пить иногда сыворотку Но сложновато Особенно если ты тренируешься, если ты достиг определенного результата уже Так вот, зачем тебе все нужны белки, я расскажу чуть-чуть дальше Также основные виды, основные виды протеина Это концентрат Это изолят И это гидроизолят Что это такое? Концентрат это в основном то, что продается в магазине И чтобы просто умными словами тут не бросаться Понимаете, я понимаю, что есть Википедия Я не Википедия, я хочу вам передать свой личный опыт А не просто сухую какую-то информацию вам дать Но без основ сложно говорить дальше Поэтому базу я сейчас быстро вам расскажу Вот эти умные слова, да? Потерпите уже Так вот, концентрат Концентрат это примерно содержание белка Может быть такой субстанции где-то 80-75-70% белка То есть это концентрированный белок В чем смысл? Когда фильтруют сывороточный протеин Его фильтруют недостаточно сильно Недостаточно сильными, скажем так, фильтрами И в нем остаются, например, жиры и углеводы То есть Это более калорийная штука Концентрат это более калорийная штука Это то, что, например, мне нужно То, что я использую Вот сейчас, например, использую ежедневно Так вот Понимая это Ты уже можешь понять, например, что Если ты хочешь худеть То ты должен скорее Все-таки обратить внимание не на концентраты А на более очищенные, например, изоляты Или даже гидроизоляты Там, где будет больше белка и меньше жиров и меньше углеводов Потому что оно просто более мелкая сетка Фильтрует сильнее, понимаешь? И остается практически чистый белок То есть это настолько высокая степень очистки Что это сложно было сделать в другие времена Сейчас просто есть технология, которая это делает Настолько крутом уровне очищает североточный протеин Так, используйся этим, дружище Если тебе нужно Если у тебя есть склонность к набору лишнего веса То лучше обрати внимание на изоляты и гидроизоляты Потому что они будут менее калорийны А белка ты будешь получать кучей Там даже больше белка, чем в концентрате Это может доходить до 90% белков, понимаешь? Вот Так, а, ребята, пока не забыл Хочу вам сказать такую штуку про яичные белки Вот если, например, яичный протеин усваивается очень круто Прям очень круто Это практически эталонный белок вообще Так же самое, как и яйца Яйца считаются эталонным белком Это уже, наверное, все знают Что значит эталонным белком? В нем содержится все Все необходимые белки и аминокислоты То есть все незаменимые аминокислоты есть в яйцах Все, абсолютно все Чтобы, например, получить их с каш Нужно, эти незаменимые кислоты Нужно съесть вам кучу разных каш Они, допустим, неполноценные То есть есть продукты полноценными составом аминокислоты А есть нет Вот яйца полноценного состава Но Интересная очень такая штука Очень часто я вижу, как пацаны после зала пьют сырые яйца Так вот, ребята, сырые яйца усваиваются очень плохо Прямо аж хреновасто То есть 50% примерно усвоения у сырых яиц Вот такая вот штучка Я не могу сказать по поводу перепелиных яиц Ну, мне кажется, они усваиваются лучше сырые Но я бы их тоже варил Почему варил? Потому что вареный белок, вареные яйца усваиваются уже на 90% Даже больше 90% То есть очень классная биодоступность Ребята, слово биодоступность Очень крутое И я хочу, чтобы вы понимали, что биодоступность продуктов разная А биодоступность у белков яиц сваренных Больше 90% Так же самое, как у сывороточного протеина То есть Даже разведенный сухой протеин в воде Усваивается больше, чем на 90% Но вы должны понимать, что это быстрый белок Он усваивается еще довольно быстро То есть это может усвоение быть от полчаса до полутора часов Это очень быстрое усвоение И это, сывороточный протеин, когда вы пьете, это отдельный прием пищи Это не водички попить То есть вы должны относиться к этому так же, как и к еде Отдельный прием пищи Вот По поводу яиц Не пейте сырые яйца Во-первых, вы реально можете заразиться сармонеллой А от нее срачка такая, что ребята теряют по 15-20 кг Вот такая срачка наступает Поэтому вы думаете, что это не реально заразиться Да есть люди, которым по 3 раза в жизни заражаются этим То есть Не играйте с фортуной Сварите яйца полностью Чтобы не было никакого жижи Даже чтобы желток был сваренный Только тогда это будет действительно классный белок И безопасный Это вам бонусом от меня по поводу яиц Поехали дальше Концентрат, изолят и гидроизолят В чем еще отличие? Я использую концентрат, потому что не боюсь поправиться Ну я эктоморф, мне вообще сложно отдается массам Но есть одни нюансики Есть люди, у которых бывает аллергия Как раз таки на вот эти альбумины То есть вот эти альбумины, которые содержатся в белке Они могут реально вызывать аллергию То есть ты пьешь протеин, а у тебя аллергия происходит И это нормально Это не значит, что он неправильно сделан, что он плохой Это у тебя может быть даже и на сыворотку Просто молочную сыворотку Так вот, чтобы не было этой аллергии Нужно использовать более очищенный протеин Ребятки, интересно вам онфуды Просто покупайте изолят, покупайте гидроизолят Просто нужно больше знать об этом Тогда вы будете лучше это понимать И не отказываться от крутого продукта Я вот не рекламирую сейчас протеин Я вообще думаю, после этого видео Мои будущие рекламодатели от меня отвернутся В плане протеина Потому что здесь я рублю все по чесноку Всю правду матку и все как есть Мне более важно ваше доверие Чтобы вы были здоровы, ребята Поэтому я буду говорить дальше И о плохих сторонах протеина Вы все это об этом узнаете Так вот, зачем? Зачем нужен протеин, например, мне? У меня сейчас вес примерно около 85-86 кг При росте в 185 Я набрал за последние чуть больше года Я набрал больше 15 кг Около 15-17 кг Так вот, когда я набирал этот вес Я не использовал протеин вообще То есть, вот поймите Это реально не реклама Я вообще не использовал протеин Просто он мне действительно был не нужен на том весе Но я просто грамотно знал, что нужно делать Чтобы был крепкий иммунитет И, скажем так, не такая уж большая нагрузка была у меня В течение этого времени Чтобы мне нужно было очень много протеина Просто я с полноценным, правильным питанием Это все полноценно заменял Я был здоров И все это время я уже много лет не болею вообще То есть, я имею в виду, это 5 лет, 6 лет Вообще никаких простуд, ничего Иммунка Ключевой фактор Сейчас у меня нагрузки довольно сильно выросли То есть, довольно большие, тяжелые уже веса в зале Это больше 100 кг, да, в некоторых упражнениях И, ну, реально нагрузка возросла И я сам стал больше И сейчас мне стало тяжелее поддерживать то, что у меня есть То есть, это нужно увеличивать как калории Так и увеличивать количество белков И просто из-за экономических соображений Сколько стоит сейчас молоко И сколько сейчас появились интересные на рынке протеины Просто по цене я посчитал Что мне, в принципе, выгоднее покупать протеин И это помогает еще поддержать мою иммунку То есть, в основном, сейчас я это делаю для иммунитета Для своего иммунитета, не для набора массы Я вам скажу честно Я еще ни разу в жизни не набрал ни одного килограмма с помощью протеина Ни разу в жизни Есть такая теория, что А я, кстати, очень много его съел Вот эта банка сзади, вот эти банки черные Это просто маленькая часть Им уже лет 5, наверное Это просто я нашел их где-то там, не знаю Жена, в общем, нужны были эти банки для чего-то, я не знаю Я думаю, их просто надо выкинуть уже, наверное Там еще протеин даже есть, ему 5 лет, наверное, на дне лежит протеин Я вот эти банки сейчас не покупаю То, что я сейчас использую, это вот впереди вот эти вот фирмы Можете посмотреть, я не буду их рекомендовать Потому что я даже не знаю, могу ли я вообще рассказывать о фирмах Честно говоря, не знаю Ну вот вы увидели, да, скажем так, фирмы, которые я использую Это, скажу так, это польская компания И вот это я сейчас использую Так вот Такое огромное количество белков Я очень много потреблял протеина в своей жизни Я очень много перехал По 5 килограмм брал По 3 килограмма По килограмму На развес Как я только не брал Я не набрал на нем вес Есть такое мнение, что на нем и невозможно набрать вес То есть на протеине Вот проводили такие исследования, что никто не набрал вес на нем И это было просто как плацебо Люди принимали протеин и, в принципе, особо даже не чувствовали ничего И это правильно Так и должно быть Ребята Я вам рассказывал о биодоступности И сейчас, возможно, мы по таким углам вообще никогда не смотрели на усваиваемость белка Сывороточный протеин – это белок, который высоко биодоступный То есть организму он очень нравится И он для него очень качественный Получить такого качества белок с пищей, ну, довольно реально сложно Так вот, из-за того, что он такой биодоступный Из-за того, что он настолько легко усваивается организмом Он для него очень ценный А это означает, что Не только, скажем так, не только мышцам нужно он А он нужен вашему организму Он нужен вашим мышцам Он нужен вашим внутренним органам Он нужен Он нужен тканям Он нужен всему организму целиком Но очень сильно он нужен, например, даже той же печени Возьмем даже печень То есть внутренние органы очень сильно нуждаются в такого качества протеине Так вот, когда вы потребляете сывороточный протеин внутрь Его большая часть его и не получат мышцы Понимаете? Его получат, скорее всего, внутренние органы Которые заберут его просто на то, чтобы существовать нормально Его заберет печень, заберут внутренние органы И это пойдет только на благо вам Но не на набор массы Если вы хотите реально набирать массу на протеине Я так просто никогда не делал Я максимально его 2-3 раза в день употребляю То есть это примерно 60-100 грамм белка в день Чтобы набирать на нем вес Я так предполагаю, в теории я так никогда не делал Нужно примерно И насколько я знаю Ребят, которые на нем все-таки набирали вес Это примерно 5 раз в день То есть если вам по карману 5 раз в день протеин употреблять Вы, скорее всего, начнете на нем набирать вес То есть насытятся внутренние органы И дальше Из-за того, что вы еще полноценно питаетесь Обязательно нужно полноценно питаться Минимум 4-3 раза в день вы полноценно питаетесь А лучше 5-6 раз в день, если вам тяжело набрать массу Так вот Вот этот белок, он идет на внутренние органы И если вы дадите действительно много белка протеина То тогда он уже пойдет у вас на мышцы На телостроительство И это абсолютно нормально Это естественно Это физиологично Это должно быть Теперь вы под этим углом будете лучше понимать И вы не будете говорить Почему он на мне не работает Он работает на вас У вас усиление иммунитета Я уже объяснил по поводу антител По поводу альбуминов Это все очень важные белки Которые должны быть для вашей иммунной системы То есть иммунная система нуждается постоянно в построении клеток Которые борются с заразой, которые попадают вам в кровь Например, лимфоциты То есть, чтобы эти лимфоциты в нужном количестве вырабатывались Нужны белки, нужны качественные белки Нужны антитела Которые вы получаете с этой сывороткой Также вы антитела получаете просто встречаясь с какой-то простудой Посмотрите мое видео на канале по поводу иммунитета Как его поднять Вот зачем я применяю протеин сейчас Для укрепления иммунитета И это круто работает Если у тебя высокая нагрузка Если у тебя тяжелая стрессовая работа И вообще жизнь такая непростая, нелегкая То тебе тоже я очень рекомендую покупать протеин Итак, сколько и кому вообще нужно применять протеин Кому? Тем, кто тренируется однозначно Тем, кто какие-то нагрузки получает довольно большие Это не обязательно качка Не обязательно культуристы Это может быть человек любого вида спорта Это может быть даже девушка, которая не занимается спортом Это могут быть даже дети Даже дети легко Ребята, ну без проблем Если вам по карману покупать качественный протеин Только качественный Я не доверяю отечественным производителям Вот нет у меня доверия, к сожалению Возможно, что когда-то поменяются Но сейчас я не доверяю То есть я покупаю зарубежные Какие именно фирмы? Можете посмотреть у меня здесь Но я просто скажу вам Зарубежные, нормальные фирмы покупайте И в основном там все Это европейские какие-то бренды В основном там все сертифицируется нормально Все работает и нормально все проверяется То есть качество сырья там, скорее всего, проверено И оно гарантированно будет хорошим Вот не заморачивайтесь, что вам подценут какую-то ерунду Просто берите нормальных магазинов Которые сертифицированы продавать протеины И все Я ничего вам не рекламирую конкретных фирм Потому что действительно много нормальных фирм Берите по своему карману, по своему кошельку Так вот, кому? Вы можете применять протеин Например, на сушке Вы можете применять протеин на росте массы Кому это нужно? Человеку, который хочет набрать массу Человеку, который хочет похудеть Если ты хочешь похудеть, я уже объяснил Лучше обратить внимание на изоляты, гидроизоляты Если ты хочешь набрать массу То тебе нужно хавать его по 5 раз в день Серьезно Просто 2-3 раза в день На мне это не работает Может быть все индивидуально Но Ребята, по 5 раз в день Я, например, не собираюсь его так часто пить Вот И если вы собираетесь употреблять протеин по 5 раз в день Пожалуйста, попробуйте Скорее всего, тогда это будет на массу На сушке Когда вы, допустим, хотите подсушиться Вы также просто увеличиваете количество протеина в своем рационе И вам протеин будет помогать в этом Потому что вам нужно снизить углеводы Не убрать их полностью Не снизить до критичного минимума А снижать их максимально возможно И сушиться тем самым Потому что если вы будете больше белка употреблять Меньше углеводов Вы будете сушиться То есть углевод Углеводы, когда снижаются в организме То выходит и лишняя вода Например, влага То есть на сушке вам нужен протеин Или же просто белковая пища Как вам удобно, ребята Так вот Давайте поговорим о том А вреден ли он реально Вот, то есть, не знаю Какие-то мифы до сих пор ходят По поводу вредности протеина Отвалятся почки Печень Я не знаю Даже говорят, что от протеина Даже не будет там писька стоять Я не знаю Что-то Что-то такое бред Ну просто Ребята Это То же самое, что Детского питания У ребенка Не будут развиваться Его первичные признаки Половые То есть как-то От детской смеси Например, повлияет на него развитие У меня есть сын Он не ест в детской смеси Но Различные другие смеси Каши, например И когда ты понимаешь что есть такие продукты, которые делаются практически идентично, как протеин. Там сывороточные смеси, белки, делаются почти так же самое, как сухое молоко и так же самое, как детское питание. Там тоже фильтрация идет. Просто там идет чуть ли не такая фильтрация, и фильтруется не тот продукт, скажем так. Фильтруется просто молоко, а не сывороткой. То есть, если ты фильтруешь сыворотку, ты получаешь сывороточный протеин. Если ты фильтруешь молоко, ты получишь сухое молоко. И потом высушаешь его. Так вот, говорить о вредности этого, ну, уже просто не серьезно, это уже даже не смешно как-то На самом деле это говорит о каком-то невежестве, о том, что просто, ну, в наше время, в 2019 году, уже немножко стыдно не понимать тонкости таких вещей Это уже просто нужно разобраться в этом, в конце концов Эта пища абсолютно современная, полезная пища Я могу порекомендовать такую штуку, только если вы, например, используете шейкеры Например, вы развели шейкеры, да, быстренько там побудхали, выпили и побежали Вот, смотрите, вот этот момент, быстренько с колыхала побежал шейкеры, я тоже так делал, да Это не очень хороший способ его вообще приготовить Я делаю постоянно, я с собой не ношу просто протеин, я делаю дома всегда Я делаю его с помощью блендера, погружного блендера обычного То есть я внутрь, с помощью блендера вообще сбиваю Вы знаете, как блендером пользоваться, да? То есть это на больших оборотах он сбивается И это долго довольно, и это качественное смешивание Чтобы раствор принял все свойства, чтобы вы нормально размешали сухой порошок Нужно чуть-чуть больше заморочиться, чем пару раз просто потрусить шейкером Чтобы вот этот сухой остаток вам не попадал в организм, неразведенный Он скорее всего все равно, скорее всего все равно все будет нормально Но лучше так не делать, потому что непонятно, как это будет фильтроваться дальше Теми же почками, например, вашими Поэтому взбивайте, хорошо нормально протеин приготовьте Не спешите, нормально взбейте, выпейте и едите И теплой водичкой Что такое вам лайфхаб? Если, допустим, вы почему-то плохо его усваиваете, протеин Во-первых, попробуйте разные формы, не только концентраты А во-вторых, попробуйте добавлять в него сахар То есть вы сыпите сахар прямо в протеин Одну-две чайные ложки, больше не нужно Лучше одну чайную ложку с горкой насыпать Если вы смотрят, сколько раз в день вы протеин пьете Потому что у нас норма в день сахара 5-6 чайных ложек То есть распределяйте, как хотите этот сахар Если вы два раза пьете в день протеин, можете положить чуть больше сахара туда, да? Зачем это делать? Это помогает лучше его усвоить Просто то, что он будет сладкий, сладненький Это помогает лучше его усвоить и транспортировать куда надо Вот, как, например, делаю я Я делаю так, я просыпаюсь утром И сразу же натощак я развожу себе сывороточный протеин Добавляю туда креатин Например, сейчас я на креатине в месяц Добавляю в него сахар Сахар, чайную ложку креатина Протеин И вот этот коктейль я смешиваю, выпиваю утром натощак Минут через 45 где-то я только начинаю завтракать Зачем я это делаю? Чтобы утром организм получил все необходимые белки, которые ему нужно И после пробуждения ему нужно быстро это все получить Оно усваивается довольно быстро И когда ты уже начинаешь полноценно завтракать утром То есть ты уже усвоил этот протеин И все Кушаешь и идешь, бежишь на работу, занимаешься своими делами Или на тренировку бежишь Вот Второй раз я применяю его утром перед сном Уже с творогом И если у меня еще день тренировки То я добавляю еще один протеин Могу в течение дня добавить То есть примерно 2-3 раза максимум в день Вот как я принимаю протеин И по поводу вреда Это вам интересует никакого вреда, ребятка Просто никакого Почки будут ваши чистые Были исследования, с почками ничего не происходит С печенью ничего не происходит от протеина Да, почки и печень взаимодействуют с этим всем Почти все, что попадает в организм Взаимодействует с печенью и с почками Это абсолютно нормально Что я вам советую Вам нужно употреблять достаточное количество жидкости А это примерно 30 грамм на килограмм веса И жидкостью называется Жидкость, вода Обычная вода То есть если вы, например, называете жидкостью Чаи, борщи, супы, я не знаю там Все что угодно Это неправильно Вода это вода, это жидкая вода Все, сырая причем Даже не кипяченая Вот такой воды у вас должно быть достаточно И вы должны ежедневно пить нормально воды Если у вас еще есть протеин Еще и креатин Ребята, вам нужно реально много воды потреблять Чтобы ваши почки как раз таки нормально работали Это уже аксиома С этим не нужно спорить вообще Сколько протеина должно быть в одной порции Я вам предлагаю остановиться на двух столовых ложках в одной порции Две столовые ложки с горкой В каждой порции протеина за один раз Разводите водичкой, приняли И таких принимать от двух до пяти раз в день Я принимаю где-то, как я говорил, два-три раза в день И один раз это натощай, как я говорил Один раз это перед сном И иногда добавляю еще, как вот сегодня, например Один раз после тренировки То есть я просто прихожу Я сейчас убегаю на работу И я сейчас не ем плотно А я сейчас наоборот принял Протеинового коктейля с творогом Которого мне хватит на несколько часов И только через два-три часа Я поем полноценно уже на работе Потому что Такой рабочий график у меня То есть я буду допоздна на работе Поэтому в моей ситуации мне это удобно Но я же рекомендую все-таки после тренировки Просто плотно поесть Если есть такая возможность, плотно поедите Обычно нормальной пищи А протеиновый коктейль лучше Выпейте через пару часов после еды Вот таким образом Ребятки, я хочу затронуть тему о том Если вы плохо его усваиваете, что делать Если вы плохо усваиваете протеин, что тогда делать Как понять, что вы плохо усваиваете протеин Очень просто Вот предельно просто Если у вас начинает вздутие живота Если начинает конкретно эпический пердеж То это первый знак Который вам должен сразу сказать Стоп Что-то не так И почему это происходит Когда вы Может быть две причины Первая Это вы просто не перевариваете лактозу Вторая причина Вы слишком много белка за раз выпили По первой причине Если вы не перевариваете лактозу То есть вы знаете, что вы, например Выпиваете стакан молока И у вас начинается то же самое вздутие Тогда это 100% лактоза Вот таким образом вы можете проверить Я советую тогда уменьшить порцию протеина До одной столовой ложки И добавлять в него сахар Одну-две чайные ложки сахара В каждую порцию протеина Это поможет лучше усвоить Вот такой вам лайфхак То есть сладенькое добавили и вперед Второе Если это просто слишком много протеина Вы за раз приняли То опять же нужно тоже уменьшить порцию Не две столовые ложки с горкой Что равняется примерно 30 граммам А вам нужно сделать где-то одну столовую ложку с горкой Экспериментируйте Постепенно-постепенно доходите до Порции в две столовые ложки Я не рекомендую выходить за эту порцию Можно выходить за эту порцию Можно и три ложки насыпать Я так тоже иногда делаю Но только вы должны четко быть уверенны Что ваш организм это усвоит То есть у вас не должно быть никаких потом Неприятных моментов вот с кишечником То есть никаких вздутий Никакого, живот не должен болеть Тогда вы усвоили даже три ложки столовой Но вы должны знать Когда именно организм может это усвоить Конечно, после тренировки, в ближайший день, даже два, после тяжелой тренировки, организм может принять такое количество протеина. Экспериментируйте. Тот миф, что очень давно уже, что организм может усвоить 30 грамм белка за раз, это неправда. Объясняю, почему это неправда. Если вы хоть раз были на шашлыках, то вы знаете, что такое съесть шашлык, например, 1-2 шашлыка за раз. Так вот, это может быть примерно даже 200 грамм мяса. Это может быть 250 грамм мяса, вы съедаете за раз на шашлычках, да? Под овощи, например, так вот, вот это мясо, которое вы съедаете в шашлыках, оно все усвоится, абсолютно все. Просто организму понадобится больше времени. Он будет переваривать, это все нормально, и больше времени займет, но он это переварит. Если он это не переварит, вы поймете, будет вздутие. Тогда вы просто его не усвоили. И это может варьироваться. То есть, сегодня вы это усвоили, завтра вы это не усвоили. Также будет зависеть, а еле вы сладкое что-нибудь. Какой был уровень гормона инсулина в этот момент, когда вы ели. То есть, все гораздо сложнее, ребятки, чем оно кажется на первый взгляд. Так вот, если, допустим, это вздутие, из-за чего это происходит? Когда вы слишком много белка употребляете, слишком реально много белка за раз, за короткий промежуток времени, и, допустим, организм в этот момент не сильно нуждался в таком количестве белка, то есть, вы не угадали время это, то, если ему не хватило ферментов переварить в желудке, вот этот протеин, фермент, вырабатывается определенный фермент, который должен переварить протеин. Так вот, если его не хватило по каким-то причинам, вы, первое, можете попробовать добавить себе самому ферменты. Например, попить какие-то препараты с ферментами. И это тоже увеличит количество протеина, которое вы можете усвоить за раз. Если же это вы не усвоили, то через желудок дальше это все идет в кишечник. И в кишечнике уже начинаются бродильные процессы. То есть, то, что не смогло всосаться в стенки кишечника, будет просто бродить у вас в кишечнике. Вот именно это и вызывает этот эпичный пердеж. И вот этого не должно быть. То есть, вы должны следить, чтобы не было вздутия живота. Это вообще признак не только протеина, если вы принимаете. Например, любую пищу, которую вы слишком много съели, если начинается сильно вздутие после обильного приема пищи, вы слишком много сажали еды. Нужно убавить порцию, вы только лучше сделаете, поверьте. Вот это брожение в кишечнике абсолютно не нужно. Это не очень хорошо. И старайтесь избегать вообще такого в своей жизни. Вот, это основные моменты. Что же делать, если, допустим, и это все вам не помогло? Как я говорил выше, вы должны попробовать другие формы протеина. Не одним концентратом в мир заканчивается протеина. Попробуйте тогда, это будет подороже, ударит по карману. Попробуйте изоляты. Попробуйте гидроизоляты. Возможно, просто более сильная очистка протеина, как раз это будет то, что нужно для вас. Понимаете, когда протеин очищается сильнее, вот в изолятах и гидроизолятах, там уже меньше углеводов. А лактоза это и есть углевод, это сахар, простой сахар, моносахарид. Так вот, дальше, если очищение идет на счет более меньшими фильтрами, более меньшей мембраной, вот эта лактоза, она больше очищается. И ее, скорее всего, или вообще там не будет, или минимальное количество. Таким образом, вы подстрахуетесь из-за лактозы. То есть, это практически полностью уберет количество лактозы и неприятные моменты, которые связаны с непереносимостью лактозы. А очень много людей ее не переносит. Еще, ребятушки, блин, ну вот видео сложно сделать коротким, реально. Очень много всего нужно рассказать. Просто не понимая этого, сложно вообще понять, как работает протеин. Еще вам советую попробовать такую штуку. Пойти в ближайшую лабораторию, которая возле вашего дома есть, и попробовать проверить свой организм на непереносимость лактозы. Потому что она подавляет, что большинство людей ее не может не переносить. Что же происходит, если вы реально не переносите лактозу? Если вы ее не переносите, это не очень хорошо. Это вообще не очень хорошо. Организм воспринимает ее как чужеродное тело в организме, лактозу. То есть, получается, ваш иммунитет напрягается на то, чтобы бороться с этой лактозой. Это как автоиммунное заболевание уже практически, понимаете? То есть, вот эта лактоза, попадая в организм, воспринимается организмом как чужеродный объект, и иммунка направляется на борьбу с этой лактозой. Тем самым ослабляется ваш организм непонятно зачем, и просто по пустякам каким-то, из-за того, что вы неправильно питаетесь. Так вот, очень классный способ пойти в лабораторию, сдать тест на непереносимость лактозы. Если там подтвердится, что все окей, тогда вы сэкономите, во-первых, себе кучу денег, или, например, там не все окей, вы не будете тратиться на протеины, которые не будут на вас работать, из-за лактозы просто. Так же самое пить молоко, которое просто будет вам реально приносить вред. Это очень вам полезный еще такой советик от меня. Я говорю, вот, по поводу фирм, да, еще пару слов. Смотрите, вот эти, которые фирмы, я попробовал, хотите, тоже попробуйте их. Я их протестировал на так называемый тест с кипячением. То есть я вот специально сделал, чтобы просто в видео в этом сказать, что я это сделал, да, что вот 100% это белок. Я был уверен, что там будет белок. Но просто я сделал, то есть что такое тест с кипячением? Из-за того, что это сыворотка, она сворачивается. Если вы нагреете, даже просто кипятком зальете в шейкере свой сывороточный протеин, он свернется. И вот эта свернутая часть будет белок. То есть если там его много, значит там есть белок, значит заявленный белок в нем присутствует. Вот так я проверил весь этот протеин, который у меня на столе. И белок там есть, я вам гарантирую, ребятки, белок там есть. Выбирайте просто по своему кошельку и сколько вам денег хватает. Убирайте себе протеин. Еще хочу вам на бонусом, ребята, вот буквально еще несколько минут вашего времени расскажу о сухом молоке. Да, я знаю о нем интересные штуки, о сухом молоке. И отсюда будет следовать информация по поводу детского питания. Так вот, ребята, сухое молоко. Очень часто молоко в магазине делается из сухого молока. На нем будет написано в составе, вы увидите, восстановленное молоко. Что это имеется в виду? Восстановленное молоко, это есть молоко, которое развели водой, сухое молоко. То есть это не так, как в селе с коровой сняли молоко, и вам бабушка продала бутылки. Его развели, восстановили. Переехал на завод сухой порошок, развели водой, уехало типа молоко. Смотрите, это вообще нормальная штука. Ничего в этом плохого нет. Вот только одна есть особенность. Если, например, сухое молоко использовали, которое сухое молоко было сделано из цельного молока, из цельного молока, то в процессе производства этого сухого молока оно нагревается. Оно нагревается, сушится и фильтруется. И вот когда молоко сухое, когда вот это молоко цельное нагревается и сушится, то холестерин, который там содержится, вот при том нагреве, то есть это не нагрев, когда пастеризация идет молока, не путайте с этим. Пастеризация, она не на больших температурах происходит. Это нагрев, там может быть 40-60 градусов, от разной температуры зависит разные свойства молока. Так вот, если в производстве сухого молока там более высокие температуры, и вот этот холестерин окисляется, то есть превращается как оксидированный холестерин. Он называется оксиэстерол, оксиэстерол. То есть это оксидированный холестерин. Оксидированный, это означает, что с помощью кислорода и температуры он окислился. И вот это окисление приводит к тому, что это просто максимально вредная хренотяжка, что можно себе представить по поводу холестерина. Это очень вредная штука. То есть вот такой холестерин, который стал оксидированным холестерином, он может реально испортить ситуацию с вашими сосудами. То есть атеросклероз, абсолютно реальная штука, будет, если вы будете часто пить такое молоко, сухое. Это сказывается на том, что в ваших сосудах будут откладываться бляшки. Это отдельная тема, довольно сложная на самом деле. Просто в двух словах это плохой холестерин. Очень плохой холестерин. Отсюда следует, что если вы используете такое сухое молоко, например, в производстве детских смесей, детского питания, вот как качки, да, раньше там хавали детское питание и считалось, что это вредно. Почему вредно, непонятно. В самом деле хорошее, качественное детское питание, которое сделано за рубежом, как оно может быть вредным для взрослого человека? Там содержится все, что нужно. Если ты в меру будешь употреблять, с тобой все будет нормально, тем более современное детское питание. Но только оно должно быть произведено за рубежом. Не, я не доверяю отечественным производителям, как я тебе сказал уже. В Европе запрещено производить молоко, сухое молоко из цельного молока. Вот поищи эту информацию, если ты, допустим, слабо веришь тому, что я сейчас сказал, да, поищи информацию, проверь, бывает ли в сухом молоке образование оксистерола вот этого. И попробуй погуглить информацию, например, в Европе, делают так или не делают, понимаешь? У нас делается то, что часто в мире запрещено. Так вот, поэтому, я просто говорю, если хочешь покупать детское питание или использовать сухое молоко, лучше бери его подороже, бери его зарубежное какое-нибудь, чтобы оно было сделано сухим молоком, не из цельного молока. Это, я считаю, очень крутая полезная информация, которую нужно владеть. По крайней мере, знать и, по крайней мере, если что, засомневаться и проверить эту информацию, если ты не веришь. Так вот, протеин реально нужен всем, от малого до большого, особенно старикам, тем более, кстати, это просто находка для них. Протеин нужно использовать, но если тебе позволяют финансы, то, пожалуйста, пользуйся этими технологиями. Это современные, суперполезные, нужные технологии. Используй. Но только не надейся на то, что, допустим, на протеине ты начнешь расти, как на дрожжах. Ребята растут на дрожжах от правильных тренировок, от правильных гормональных всплесков, от управления гормонами, от управления правильными нагрузками, от режимов, от режима дня и тренировок, от тренировочной программы, от просто количества питания, которое ты создал в своем жизни. Не просто от одного протеина. Протеин нужно употреблять вместе с пищей и грамотно это все комбинировать. Вот. Постарался максимально сжато вам это все рассказать. Это не такая простая тема, как может показаться, например, взгляд. И уже сколько заговорят о протеине, но вот почему-то всегда находится какая-то новая интересная информация. Все. На этом все. Я хочу сказать спасибо за то, что посмотрел это видео. Подписывайся на мой канал. Ставьте лайк, если понравилось. Впереди будут очень интересные видосы. Сейчас я готовлю уже видосы. Уже два месяца я готовлю вам видео сейчас. Это эксперимент, который... Это будет, скорее всего, следующее видео. Эксперимент, который я провожу уже два месяца. Смысл заключается эксперимента в том, что я год не качал пресс, мышцы пресса. И сейчас пришел такой момент, когда я понял, что у меня просто его не стал пресса. Абсолютно. Вот сейчас практически нет никакого у меня пресса. Сейчас этот эксперимент подходит к концу. Уже буквально последняя неделя у меня. И сейчас есть ситуация кардинальная с правилом за два месяца. В этом видео я показал, как я с помощью двух упражнений, всего лишь двух упражнений, сделал себе пресс, который я себе хотел, который я себе поставил. За два месяца я восстановил себе мышцы брюшного пресса. Как я это сделал, обо всем ты узнаешь в следующем видео. Все, на этом все. Береги себя. Удачи. Подписывайся, ставь лайк, если понравилось. Господи. Все, пока. Удачи.